Уйти оказалось не так-то просто. Жители одного из подъездов решили отказаться от услуг домофонной компании. Формальная процедура превратилась в полосу препятствий. Как правильно расторгнуть договор, какие формальности важно соблюдать, узнавала Ирина Вовещевич. Данная компания работу особо не производит, всегда с задержкой. Здесь видно даже потом на двери, что сами меняли и доводчики. И поэтому мы решились отказаться от услуг данной компании. За 13 лет Александр Коржев набрался опыта ремонта домофона без услуг компании. К тому же неисправности в четырехэтажке не так часто происходят. А еще причиной стало периодическое повышение оплаты. Причем это делается без предупреждения. Рассудив, Александр направился еще 10 января в офис компании и выразил желание отказаться. На что нам было сказано, что договор составлен с подъездом данного дома и расторгнуть договор они могут только со всем подъездом данного дома. После этого было собрание жильцов данного дома. Соседи подсчитали, что за все время они со своего маленького подъезда отдали половину миллиона тенге компании. А до этого купили все оборудование, которое теперь еще и обслуживают самостоятельно. Так что все соседи протокольно решили отказаться. Однако и в этом случае в компании не хотели отпускать жителей. Нам предлагали любые условия, даже вплоть до того, что полгода мы можем не платить обонплату. Нам поставят дополнительное устройство для открывания двери с помощью смартфона. Все это будет сделано бесплатно, лишь бы мы только не отказывались от услуг данной компании. Спустя более месяца мытарств Александру все же подписали договор на расторжение, но отказались предоставлять техническую документацию на оборудование и сопутствующее оборудование. Вы даже уже не наш абонент. Что нас с вами связывает? То, что мы купили у вас оборудование. Мы купили и все. Это когда было-то? Отдайте все остальное. Если опираться на точку закону, опять же, с этой точки зрения, да, как мы говорили, если я купил холодильник, за тот холод, который он мне дает, я никому не должен платить, я его уже купил. Если я купил вот это оборудование, по идее, я за него не должен платить, по идее, понимаете? Но другой момент, если я сам заключаю с ними договор и говорю о том, что, ребят, вы меня будете обслуживать ежемесячно. Я сам заключаю с ними договор, меня никто не тянет. Жаслан Аймагамбетов несколько лет занимается вопросами взаимоотношений потребителей с домофонными компаниями. Потребители вправе сами решать, как и на каких условиях они готовы обслуживать оборудование. И навязывать ту или иную компанию никто не может, как и вправе жильцы расторгнуть в любое время договор. Выбрать компанию для обслуживания потребитель может сам. И будет ли это абонентская ежемесячная плата или по мере выхода из строя оборудования, сбор целевых средств, это тоже решают самостоятельно жители подъездов. Жители имеют право и на сопутствующие документы к оборудованию, на которые у них есть договор купли-продажи. Если вы пошли и купили газонокосилку, и вы не знаете, как пользоваться. И вы говорите, вот он у меня стоит, приходите продавцу, где документы у него, не дам. А как мне им пользоваться, не скажу. Ну, что это такое будет, тогда зачем я ее покупал, понимаете? Вы же реализатор, вы единственный реализатор, к примеру, допустим, утрированно, да? То есть, тогда получается это бесполезно. Для этого законодатель предусмотрел статью 10, что потребитель имеет право на получение этой информации. Для чего? Чтобы этот товар использовался по назначению. Юрист советует жителям обратиться в компанию с заявлением о предоставлении полной и достоверной информации об оборудовании, а именно за технической документацией. Если это не поможет, то действовать дальше. Следующий уже шаг – это обращение уполномоченных государственных органов и в дальнейшем уже подача искового заявления в суд на взыскание морального ущерба от каждого жителя и на принудительное, будем говорить, истребование информации, которая позволит использовать данное оборудование в соответствии с его назначением.